Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите канал «Мы живем в Латвии». Сегодня у нас пятница, 12 июля 2024 года. Почему наши продукты в Литве дешевле? Новость начинается с вопроса. Мы платим за гастрономический патриотизм? Это тоже, можно сказать, вопрос. За гастрономический патриотизм мы платим. Жители Дагопилса давно и с удовольствием ездят в соседний литовский заросай за продуктами и топливом. К тому, что в Литве почти все продовольственные продукты стоят дешевле, люди уже привыкли. Только многим до сих пор непонятно. Почему в Литве произведенные в Латвии продукты продаются дешевле, чем у нас? Это пишет портал Грани ЛВ. На днях на этот вопрос в программе на линии телеканала ТВ-24 ответила Ингуна Гулбы, заведующая отделом продвижения сельскохозяйственного рынка, института сельскохозяйственных ресурсов и экономики. По словам Гулбы, ничего нового в этом нет. Литовцы тоже заполнили свои аккаунты Facebook, Instagram тем, что литовская продукция в Латвии дешевле. Прежде всего, это ценность бренда. Внимательно послушайте. Для нас, например, это творожный сырок Карлус. Хлеб Лачи. В этом наша ценность, потому что в нашем понимании это бренд с дополнительной ценностью. А для литовцев и эстонцев такими продуктами являются хлеб грубого помола и творог. Они будут покупать там эти продукты, как мы, с высокой добавленной эмоциональной ценностью, объяснила Гулбы. Мне так и хочется добавить. Это что это за объяснение? Спрашивают же, почему наши произведенные продукты в Литве дешевле, в два раза, а то и больше, чем у нас. Нет. Начинает философствовать здесь. За дураков народ держит. Я, друзья, не могу выдержать. Кирпежу нет. Для того, чтобы производитель был успешным, он должен производить больше продукции. Часть выпущенного товара продается в Латвии, часть за рубежом. Да, о том и не знали. Возможно, производитель торгует за рубежом даже с убытком. Вы посмотрите, как оправдывает. Однако в целом выручка компании положительная, поскольку производится больше и одна единица обходится дешевле. Так что, по мнению Ингун и Гулбы, в разнице цен нет ничего уникального. Вот это успокоило, друзья. Нет, новость не закончилась. Послушайте дальше. Но все равно, интересно, сколько же мы платим за, кавычка, конечно, эмоциональную составляющую, кавычка, латвийских товаров, эмоциональная составляющая латвийских товаров. Грани ЛВМ побывали в литовском супермаркете, обратив внимание на ценники латвийских продуктов. И сравнили их с ценами в недорогом латвийском супермаркете. В недорогом, подчеркиваю. Итак, цена за коробку ассорти от Лайма в литовском магазине с учетом 30% скидки 5,59 евро. В латвийском же магазине, будем называть, такая же самая будет стоить коробочка 10,99 евро. 11 евро. Друзья, во сколько раз? В два раза. Цена выше в два раза. Как же так? Как же так? Сколько можно издеваться над народом? Латвийский. Следующий. Зефир Лайма. Разных видов. Евро 89 в Литве стоит. По сравнению, в Латвии он стоит такой же зефир разных видов. 2 евро 69 центов. Таких цен на рыбные консервы, как в Литве, в Латвии вообще нет. Теперь про консервы. Как в Литве, в Латвии вообще нет. Судите сами. Розовая сельдь, сельдь Вичи, 240 грамм. Стоит 1 евро 49 центов. Рыбные тефтели, Рига, Голд стоит 99 центов. Атлантическая скумбрия, Рижская волна, стоит евро 59, 240 грамм. Ну и другие, друзья, тут, конечно, здесь фотографии, я не буду выставить. Другие впечатляющие цены на фото. Вы все прекрасно понимаете. В Литве, речь идет сейчас по сравнению с Литвой, в Литве намного дешевле такой же, как в Латвии импортный кофе. А ценам на огромное количество видов вкуснейшего литовского мороженого можно только позавидовать. Друзья, как вам вот это? Конечно, это вам уже не в диковинку. Как я уже сказал, жители Даугубелса ездят уже в литовский городок, ну там или поселки, без разницы, приграничный. Уже просто уже привыкли. Неужели не стыдно нашим? А нет, никогда не стыдно. И никогда не будет стыдно нашим. Что происходит? Ну, конечно же, не все могут поехать. Не все рядом с границей живут, правильно? Много не наездишься. Другие подумают, ну это я, я так вижу ситуацию, друзья. Я сейчас комментирую, новый закончу. Другие так подумают, ну что? Надо ехать на машине. За одним продуктом не поедешь, невыгодно. Потому что солярочка, бензин дорогие. Да и у кого бензингаз, да. Да и хоть и гибрид все равно, без разницы. И электрические. Но на машине все равно расходы, да. Значит, надо набирать, ну, полную, неполную. Ну, хотя бы несколько, ну, десяток товаров, да. Каких-то. Ну, ладно, да кучу возьмем. Если едем туда, можно пробежаться и по одежде, и по обуви. Ну, вы понимаете, другим предметом, товаром быта или электроприбором, электротоваром тоже можно сравнить и походить по магазинам, и где-то что-то найти дешевле. Ну, чтобы не зря ездить. Но люди, посмотрите, люди вот рядом с границей, которые живут. Ну, я больше, чем уверен, они набирают больше товаров, тех же самых продуктов, которые можно в холодильнике держать по несколько недель. А то и больше месяца. Ну, смотря какой товар. К примеру, масло. Ну, и так далее. И так далее, друзья. Вы понимаете, да. Речь идет про продукты. В основном же здесь только про продукты. И почему? Вопрос. Вот прям новость вопрос. Почему наши продукты до сих пор в Литве дешевле? До сих пор. Дешевле? Мы что, платим за гастрономический патриотизм? Латвийский гастрономический патриотизм? И тут это выдало. Ну, это что? Это что это за объяснение? И вот так у нас все, все наши шишкотрепы всегда вот так выкручиваются. Какую-то глупость, тупость, ересь какую-то, безграмотность. Но это я, мое мнение. Это мое мнение личное. Вижу. Во всем. Во всех сферах. Почти во всех. Да что там почти? Во всех. Как такое булькнут в лужу. Господи мамородное. Ну, как будто народ ничего не понимает. Все прекрасно понимает. Почему наживаются на латвийском народе наши изготовители? Почему? Ну, как же так? Почему наши продукты изготовлены? Ну, слава богу, еще кое-что выпускается. Кое-что. И отмозься туда по дешевке. Я молчу, друзья, про лекарства. Я тоже вел передачи. Зайдите, посмотрите. Новостные, да. Наши лекарства вообще за копейки за границей. Чем дальше от границы Латвии, вот чем дальше эта страна, европейская страна, не обязательно. Может быть, даже во всем мире отсылают. Тем она дешевле. У нас стоит, к примеру, 15 евро. Там центы стоят. Пачечка. Пачечка 12, 14 таблеточек. Да. А там они вообще, ну, центики, центики, копеечки. Копеечки. А почему у нас в 10, в 20, в 100 раз дороже? Почти. Ну, в разы. В кратном размере. Там у нас дороже. Для своих дороже. Для чужих. Ну, чужая страна. Там дешевле. Это что? Это что? Показывает, что вот у нас как все. Всего навалом. Завались. И народ живет припеваючи. И так же и лечится припеваючи. Чуть не бесплатно. Это я сравниваю с продуктами питания. Про лекарства это вообще отдельная тема, друзья. Это катастрофа. Это уже катастрофа продолжается очень давно. Давно. Уже четвертый десяток лет. Это что? Что они показывают? Вот эти вот. Я понимаю. Оптовые цены. Но не до такой же степени. Не до такой же степени. Туда я имею ввиду. Ладно. Без разницы. Почему над народом издеваетесь? Вот этими ценами. Как же так? Ведь сюда приезжают туристы. Так же самое, как из Литвы. Так же самое, как из Эстонии. Я ближайших сказал. Читаю прекрасно. Из Германии. И Англии. Ну и из многих стран. Пишут. Ну и мы вообще в шоке. Ваши, ваши, наши, ну вот наши лекарства, продукты, там в разы дешевле. Как, говорит, вы там выживаете? На этом я заканчиваю, друзья. Спасибо вам большое за поддержку нашего канала. Напишите комментарий, что вы думаете про вот эти вот. Это безобразие. Просто безобразие. Это вежливо сказано еще, друзья. Про продукты. Я уже просто зацепил до кучи про лекарства. Это все сравнение. Но здесь мы видим в два раза, да? В два раза. У нас дороже наши продукты, чем в Литве. А лекарства вообще там дешевле в разы. Несколько раз. Там копеечный. А у нас десятки евро стоит пачечка. Это ужас. Упаковочка. Ой, друзья. Ну не все, конечно. Не, а то подумают. Ой, там, конечно, там все. Ты тут нам наговорил. Нет, друзья, естественно. Что-то в разы. Что-то в два раза. Что-то в полтора раза. Ну, в основном, если в среднем, то в несколько раз там дешевле. И повторяю. Чем дальше от границы Латвии страна. К примеру, вот европейская часть континента, да? Чем там дешевле. Что это за такое? По-моему, из Испании писали мне. Мне кажется, из Испании, друзья. Вроде бы из Испании. Мы, говорит, в шоке. Как? Такие у вас цены? Такое же вот лекарство? И, по-моему, даже фотографии присылала. Ну, или название. Нет, название присылала. Стоит несколько десятков центов. А у нас больше 10 евро. Это как это так? Это что за наглежь такой? Беспредел. Это что это такое? Все. Пишите комментарии. Поставьте лайк под видео. Поделитесь в социальных сетях. Подпишитесь, зрители. Подпишитесь, пожалуйста. Большая просьба на наш канал. Желаю всем здоровья. Не болейте. Да, ну тут про продукты. Ну, я и зацепил про лекарства, конечно. Лекарства это вообще, друзья, это гиблое дело, что происходит. Что происходит. Кто-то тут натрепал нам обещания. Вот этот вот наш Хасам Абумер, его тоже зацепил. Вот уже зацепил. Ну, где что? Где? Где? Где снижение? Где? Как не пойдем, все дороже и дороже. Только вот ждем, когда акции, по акциям. И спрашиваем, а эти лекарства по акции? А эти? А эти нет. Не по акции еще. Еще не по акции. Вот мне звонят в деньг.